Здравствуйте, меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня я в Греции. В прекрасной Греции, в прекрасном месте, а в прекрасном всегда хочется говорить о прекрасном. Знаете, вчера я общалась со своими коллегами, подружками, мы много смеялись и вспоминали. Много вспоминали разного о том, какие мы были, о том, сколько нам лет. И, вы знаете, я хочу вам сказать, что я раньше была достаточно непростым человеком, и во мне присутствовали такие качества, как какая-то зависть, как, возможно, какая-то злость по отношению к каким-то другим людям. И не скрывая, это было. Я могу вам сказать, что сегодня мне захотелось поделиться этой мыслью, что когда вы становитесь добрее, когда вы начинаете смотреть на мир другими глазами и на людей, которые находятся рядом с вами. И старайтесь не ужалить их, а понять. Старайтесь не как-то покривить душой, а стать искренним человеком. Старайтесь действительно войти в какие-то приятные отношения, вообще по отношению к самому себе. Жить становится гораздо легче. Несколько дней я провела в окружении своих киевских коллег, и не только киевских коллег. И это меня навеяло на мысли о том, что нам было весело. Очень весело и очень здорово. Между нами не присутствовало никаких... Мы делились каким-то своим опытом, мы делились своими различными историями, женскими, профессиональными. Мы много смеялись. И я еще раз поняла, насколько сильнее и больше мы выигрываем тогда, когда мы искренние, тогда, когда мы друг за друга вместе, нежели чем когда мы против и когда мы вступаем в какие-то контры. И очень часто я слышу от людей о том, что мне сегодня очень тяжело, я очень одинок, я очень нелюдим. И ведь так происходит, потому что мы сами выбираем такую позицию, быть нелюдимым, быть завистливым, быть... Когда мы начинаем считать, что весь мир вокруг нас злой, то так происходит только потому, что мы сами являемся такими не очень добрыми людьми. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мир становился прекраснее, начинайте с себя, открывайтесь людям. Это не значит, что вы должны там впускать в душ у кого подряд. Но присмотритесь повнимательнее к тем, кто нас окружает, присмотритесь повнимательнее к своим коллегам в том числе, к тем, кто на самом деле открыт, к тем, кто, возможно, хочет протянуть вам руку, но стесняется, потому что, возможно, думает о том, что вы очень высокомерны, ведь о каждом из нас можно сказать нечто подобное тогда, когда мы не знакомы. И я очень советую вам, если у вас есть такая возможность в вашем городе, а если нет, то приезжайте куда-то, общайтесь и ищите людей, с которыми вам будет весело и интересно. Я, пользуясь случаем, передаю привет своим подружкам, потому что это было нереально весело. Наши туалетные фотосессии и прочие, которые никогда не увидят инстаграм, останется не только в наших телефонах, но и в наших сердцах. И сегодня хочется мне вам вот с вот этим ветерком, таким теплым, замечательным, прям так вбросить немножечко позитива, вбросить вам улыбок, вбросить вам искренности и сказать, что люди гораздо добрее и прекраснее, чем вы думаете о них. Поэтому не слушайте то, что кто-то говорит о ком-то. Вы уже взрослые девочки и мальчики, вы уже в состоянии сами делать какую-то объективную оценку. Окружайте себя классными людьми, потому что их на самом деле много. И только вы сами можете сказать, кто хороший, кто нет. Поэтому выключайте вот эти свои все шипы, становитесь добрее, так живется легче. Я вам точно могу сказать, потому что уж я-то какой ежик была, вот вам такого и не снилось. Поэтому всего вам хорошего, не буду больше своей болтовнёй надоедать, но я надеюсь, что вы пока любуетесь этой нереальной совершенно красотой, которая здесь есть. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы с вами тоже вместе отдохнём, похихикаем и сделаем такую секретную туалетную фотосессию. До встречи!